меня зовут булгаков алексей в мире брейкинга я больше известен как бибой робин представитель таких команд как топ-9 из санкт-петербурга россия и сайт бибой с украина мать и золу вайд и bring it back squad робин этот ник нашел меня сам как бы к его созданию я не имею никакого отношения насколько я знаю это имеет непосредственное отношение к персонажу робин гуда я когда начал танцевать у меня была зимняя шапка которая она обычная к если взять шапку кархарт или какую-то до отвернуть ее одеть она немножко встанет и вот за эти уголки если взять натянуть их типа я в общем натянул и вот сюда вот пришил короче получилось такая типа с треугольничками шапка нашивка оникс была я был фанатом группы оникс прям именно серьезным вот ну и кому-то показалось что я похож на робин гуда в этой шапке и ребята начали называть так меня между собой я даже не знал что у меня уже есть такой ник как бы за спиной вот был даже один забавный случай когда встретил парнишку в харькове на улице мне начал рассказывать про чела который гасит брейк в харькове робин зовут а потом оказалось что это я танцую я с конца девяносто восьмого года если говорить именно о тренировке мне тогда-то запомнилось то первая тренировка была 11 ноября девяносто восьмого года вот но интересоваться углубляться чуть-чуть я начал раньше сам по себе летом девяносто восьмого я приехал сюда в ялту в пионерский лагерь и здесь познакомившись с местными они меня познакомили с рэп музыкой такие группы как cypress hill public enemy onyx house of pain научили меня танцевать кресты такое движение крис-кросс так называемое из хип-хопа вот я вернулся к себе в харьков и начал потихоньку как-то сам интересоваться потом так получилось что я пошел на концерт рэп-группы местной в харькове и выиграл конкурс кто лучше станцует в котором участвовал я мой одноклассник и кент с моего района с которым мы пошли на этот концерт и приз в этом конкурсе был типа месяц бесплатных занятий в новой школе группы turbo которая открылась харьки все я занимался месяц денег на следующий месяц накопить не смог пришел преподавателю чуть ли не там не со слезами и типа денег нет заплатить не могу он мне сказал что ты можешь не платить просто не бросай продолжать заниматься это был карась за это я ему очень признателен вот и в принципе через год я уже танцевал в команде своих учителей если так можно сказать потому что многие вещи научился делать первый сам в своем городе без какого-либо обучения просто на визуальном раскладе но это на самом деле все я думаю тренировки зависят от того жизненного этапа на котором ты находишься если у тебя нет каких-то моментов которые тебя как не вынуждают а ну ты в общем обязан это делать да если у тебя есть семья есть дети или тебе надо идти на работу каждый день и ты не можешь туда не пойти ты конечно влияет тоже на тренировочные процессы и в то же время когда ты бездельник это тоже может влиять тренируюсь я по-разному вот в соответствии от того этапа на котором я нахожусь бывает этап поездок бывает простреливают бывает приглашают это к сожалению случается не часто но мы над этим работаем и в таком случае получается что три-четыре дня в каждую неделю выпадает ты приезжаешь тебе надо отдыхать после поездки в общем идет износ можно сказать поэтому по-разному но я могу сказать так если говорить про тренировки если ты к чему-то готовишься но на мой взгляд допустимо даже две тренировки в день потому что брейкинг настолько обширен что можно разбивать тренировочный процесс и тем самым нагружать раз различные группы мышц то есть ну все-таки такой немного подход уже более научный можно сказать это на мой взгляд имеет место быть потому что все развивается и обычная просто нормальная тренировка на мой взгляд это от трех до пяти часов когда ты от трех до пяти часов часто тратишь на разминку три часа на тренировку и час на так называемую заминку подкачку и растяжку чем-то там занимаешься тут уже подход у каждого свой вот есть еще вариант взрывной тренировки это часовая тренировка просто в принципе приходишь разминаешься и все сразу с полной силы вваливаешь весь свой арсенал грубо говоря переживаешь тот фестиваль которому ты готовишься и и все ну проверьте в общем интересно интересно сам по себе джем старая школа идея создания этого фестиваля пришли ко мне потому что ну надоело в общем надоело посещать и обычные регулярные мероприятия где все сводится просто к обыкновенному процессу ты приходишь сидишь ждешь отбора потому что скорее всего нет места для разминок либо все бибой команды расходятся по своим углам и занимаются растяжкой разминкой там я не знаю в общем чем то есть нету тусы как таковой нету тусы никакой вообще нету общения ничего то есть люди приходят не проходят отбор сразу же уезжают проходят отбор проигрывают в первом раунде тоже сразу же уезжают и так далее как бы все постоянно говорят что тусы там ни о чем и так далее взнос много стоит там и надо все время ждать надо все время ждать это вот самый такой момент который меня смущал потому что ждать как бы у нас нет время ребята ждать понимаете жизнь идет надо действовать ждать как бы это не вариант вот поэтому нужен фестиваль на который ты приходишь и тебе не надо ждать где ты предоставлен сам себе вот концепт фестиваля таков что первый самый первый edition старой школы был такой что я собрал две сборные поколение бибоев и бигерл украины которые там начали танцевать до 2000 года и те кто начали танцевать после да не даже до 2003 и те кто начали танцевать после 2003 был battle 40 на 40 все 80 человек были приглашенные с каждым я связался лично и но в общем в таком порядке потому что всеми организационными вопросами занимаюсь один потом переехав в москву мне пришлось изменить концепт фестиваля потому что в москве как и во всем мире вот это все уже приелась надо что-то новое и дети дети ну никуда от этого не деться это наше будущее они имеют место быть детей в брейкинге сейчас просто тысячи даже уже миллионы наверное я не знаю то есть ну очень много то есть не не считаться с этой категории это глупо потому что за детьми также стоят родители которые вкладывают энергию душу время в своих детей естественно хотят для них лучшего поэтому я подключил еще и battle детских сборных вот я решил попробовать и под попросил поддержки у бренда фанкин фьюриерс также бренд бренд брэкдаун поддерживали чтобы каждый пришедший на тусу имел возможность выделиться и получить попасть в сборную и получить эксклюзивный комплект одежды с эксклюзивными логотипами и цветами той сборной которая была то есть это туса прошла был battle 20 на 20 был фанк сквад цвета хаки был фьюриер сквад черно-белый и вот как бы таких прикидов больше нет то есть это ну по-своему история то есть для кого-то возможно такие вещи являются пылесборниками но есть люди для которых это является именно действительно стоящими и весомыми воспоминаниями в жизни вот на мой взгляд воспоминания это самое главное потому что ну это и есть как бы то что мы проживаем понимаете вот дело не в день в деньгах не в не в этом как бы счастье вот поэтому каждый пришедший на тусу из детей имеет возможность попасть в сборные танцуя 4 часа в кругах есть секретные судьи которых никто не знает то есть дети не знают для кого они танцуют и их задача не искать судью и станцевать для него а просто прийти на фестиваль и получать удовольствие делиться с друзьями новыми фишками встречаться с людьми которых ты давно не видел вот в общем в таком в таком духе подход и естественно взрослый баттл там уже 20 на 20 то же самое в процессе всего фестиваля если он длится 8 часов то на протяжении 6 часов идут отборы в кругах то есть ты можешь сделать три выхода и пройти отбора можешь сделать 133 и не пройти отбор вот то есть тут такое дело но и надо понимать что основная цель прихода и посещения фестиваля это также не попадания в сборную не в этом дело и не но не в этом счастье как бы вот дело в том чтобы быть на фестивале и вообще в принципе быть понимаете будучи там у вам будет что рассказать потом чем поделиться чем зарядиться и есть еще один контест который называется почувствуй ритм вот он проходить проходил все время под барабанщика уличного стрит драме супер это было в принципе концепт был простой изначально это были просто мы отбирали в кругах точно также секретные судьи отбирали 8 музыкальных людей которые не просто бьются со всеми подряд не просто делают какие-то сложные фишки а именно самовыражается посредством танца ведь брейкинг это в первую очередь танец это не спорт это не спортивный танец этот танец который имеет спортивная составляющая можно сказать так вот и они просто бились под уличного барабанщика на последнем фестивале я изменил концепт и на мой взгляд этот концепт очень интересен есть живая группа из пяти музыкантов у каждого музыканта по одному инструменту мы выбираем 8 человек перед батлом один на один каждый из участников тянет бумажечку с названием музыкального инструмента и делает выход под фристайл музыканта вот и сам соответственно он ловит чувствует музыканта и начинает с ним взаимодействовать то-то проигрывает кидает свой инструмент обратно тот то выигрывает оставляет за собой следующий раунд он выходит тянет второй инструмент и делает выход уже под два инструмента и соответственно финале первый выход под три инструмента и второй раунд под полную банду вот такой вот концепт где действительно проверяется скилл и музыкантов и бибоев на самом деле вопрос реализации помимо участия в батлах это действительно довольно серьезный и глубокий вопрос потому что многие люди из-за отсутствия этой реализации бросают брейкинг то есть они становятся теми кто когда-то там чему-то научился и в принципе и ну не в общем не продолжил свой путь тут надо на мой взгляд смотреть немножко шире на этот момент то есть если у вас не получается посредством соревнований и фестивалей ну как бы заниматься брейкингом зачем вам вообще эти фестивали именно вот эти соревнования ведь вы можете посещать за год одно два мероприятия проверенных вот допустим как ялта summer jam на этот фестиваль можно приехать и вообще даже ни одного выхода в принципе не сделать но получить просто такое удовольствие или даже не прийти на большую сцену но побаттловать со всеми кто здесь был на конкрите там ночью на пляже здесь на траве акробатика там я не знаю кто на что гораздо что угодно это называется lifestyle в этом разница нынешнего поколения которое занимается брейкингом и нескольких предыдущих поколений потому что для предыдущих поколений и это не было вот таким вот соревновательным процессом это был лайфстайл где люди выясняли отношения по-настоящему без всяких судей вообще не было такого понятия как судите по какие-то соревнования были сходки во дворах в парках клубах на вечеринках вот я на самом деле у себя на украине не застал этот момент когда не был я уже начал заниматься когда это все вот только зарождалась в соревновательном процессе поэтому можно сказать что я представитель вот того поколения которое было последним заставшим вот такой андеграундный брейкинг потому что тогда увидеть брейкинг каком-то клипе звезды какой-то это была очень большая редкость или чтобы бибой танцевали с какими-то звездами это были единицы вообще там только только джим стайл или кто-то поэтому это разный брейкинг ребят это разный брейкинг я бы вам посоветовал реализовываться в жизни и не забивать на брейкинг используйте брейкинг как отдушину используйте брейкинг как просто средство расслабления как способ медитации как способ выплеснуть негативную энергию как способ зарядиться ведь мы танцуем под музыку и музыка рулит всем процессом вот в чем дело вот и она дает вам энергетику от нее зависит какие движения вы делаете как каким образом будет выглядеть ваш раунд плывущим агрессивным резким с остановками это зависит от музыки вот музыка это самое главное поэтому просто живите и не заморачивайтесь помимо этих соревнований есть много всего другого я могу сказать просто за себя потому что я я сделал выбор и у меня я сделал выбор в пользу вот пути би боя и в принципе они не закончил институт никогда не работал надеюсь что никогда не придется поэтому все что мне надо делать мне надо тренироваться точно так же как и вам и вот надо выигрывать если вы хотите развиваться вот так то надо выигрывать чтобы вас звали надо делать имя так называемое вот это вот все непонятное вот поэтому если вы не хотите участвовать во всей этой своеобразной заморочки то просто танцуйте для себя танцуйте для себя не танцуйте не ради победы не ради чего вообще это не главное это не главное главное просто получать удовольствие от того что вы делаете смотрите я бы сказал так ребят дело не в том делаешь делаешь и ну как по поводу комплит бибой или компит комплит бигерл да так как бы сказать целостное что-то вот даже просто вот этот знак он вам многое объясняет смотрите вот эта целостность да если нету к примеру топ-рока вот как бы уже уже не целостно нет футворка еще одна дырка получается нет флорока нет фризов и в результате как бы а есть что-то только одно которое тянется к чему-то другому вот нет целостности но я бы не сказал это именно вот так буквально ты не делаешь это значит ты не бибой нет это не так я бы сказал так дело в форме то есть по скрим не просто так говорил что топ-рок это стайл индикатор буквально по нескольким первым шагам топ-рока можно понять какого взгляда в общем придерживается человек более силового более танцевального более фейкового более позерского или это просто как бы копия какая-то или еще что-то топ-рок выдает многое так вот я бы сказал так форма в исполнении всех абсолютно элементов брейкинга вот это самое главное когда ваша форма футворка не такая как футворк это видно соответственно над футворком надо работать можно сказать так как бы комплект бибой бигерл это человек который всегда находится в поиске и не находится в рамках отрицалого постоянного и именно выставление в приоритете своего какого-то именно взгляда то есть если вы хотите развиваться вы хотите двигаться в ногу с жизнью да потому что жизнь двигается на самом деле очень быстро вам надо будет выходить из зоны комфорта и приобретать какие-то новые навыки которые смогут вас сделать сильнее все походу надо паузу сделать а а а а а а а а